Сегодня под председательством президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по приоритетным задачам исполнения параметров государственного бюджета и развитию предпринимательства в регионах. Каждый из нас сегодня знает, насколько противоречив мир. Как углубляются угрозы и противостояния, усиливается конкуренция на мировом рынке и торговые войны. Сложна и геополитическая ситуация в некоторых регионах планеты. И подобных примеров, к сожалению, не становится меньше. По мнению международных экспертов, сложившаяся ситуация окажет мощный негативный прессинг на мировую экономику, что, естественно, отразится на росте глобального волового продукта, объемах товарооборота. И это, конечно же, не может обойти стороной нашу страну, активного участника мирохозяйственных связей. Детально анализируя все это, глава государства определяет четкие векторы по обеспечению стабильности национальной экономики, недопущению резкого роста цен, улучшению условий жизни простых людей. С целью повышения благополучия народа, обеспечения последовательного экономического роста, создания новых рабочих мест, всесторонней поддержки предпринимательства, кардинально реформируется и фискальная политика. В стране сформирована национальная налоговая система на основе передового зарубежного опыта и испытанной практики. Оптимизировано число и ставки налогов. Ставка налога на добавленную стоимость снижена с 20 до 15%. В результате в прошлом году в распоряжении предпринимателей осталось 2 триллиона сумм. С 1 января 2020 года введен действие налоговый кодекс в новой редакции. Главная цель налоговой реформы – обеспечить экономическую стабильность в этом и последующих годах. Для этого необходимо поддерживать предпринимателей, увеличивать их число, поступательно наращивать за счет этого дохода бюджета, отмечалось на совещании. Наш единственный путь – увеличивать число предпринимателей, реализовывать деловой потенциал людей. Каждый хаким должен проявлять инициативу для обеспечения дополнительных поступлений в бюджет, создавать условия предпринимателям и бок о бок работать с представителями бизнеса, сказал глава государства. Экономические реформы – это один из приоритетных и главных направлений в политике руководителя государства. Он неоднократно об этом говорит. Если будет развиваться экономика, если будет развиваться предпринимательство, соответственно, будут развиваться и другие сферы. И это очень символично, что первый видеоселектор сегодня, в начале года, был посвящен новой редакции налогового кодекса и вообще бюджету на 2020 год. Были поставлены четкие установки перед руководителями местных органов власти, перед финансово-экономическими ведомственными странами, какие действия мы должны делать в текущем году. Благодаря реформаторскому курсу нашего президента, ставки были снижены по подоходному налогу в два раза, а поступления увеличились ровно в два раза. То есть в этом году бизнес легализовал порядка 940 тысячи рабочих мест. Они очень приветственно приняли такое решение президента. И самое главное, в прошлом году, в начале этих реформ, президент точно так же в первом селекте, посвященном реформам и бюджету на 2019 год, он четко перед нами поставил задачу не наказывать бизнес, который идет в сторону открытости и легализации. Никаких против них ни финансовых, ни административных. Санкции не было принято, и бизнес это воспринял отлично. Точно так же налог на добавленную стоимость. Это вторая часть реформ. В начале года имелось порядка 6900 платежщиков в НДС, и это составляло всего лишь 2,7% от всех налогоплательщиков страны. И по предварительным нашим расчетам мы планировали, что к концу года их будет порядка 35-40 тысяч. Результаты показали, что малый бизнес интегрировался с крупным бизнесом. Количество платежщиков налог на добавленную стоимость к концу года у нас превысило 82 тысячи. Сейчас по итогам года, это еще не итоги года, а по итогам декабря мы еще ожидаем дополнительного увеличения. Руководитель государства в течение года посетил все регионы страны, и он всегда делает акцент и упор на одну вещь. Чтобы ресурсы государства были эффективны, использовали. Чтобы они приносили пользу, чтобы там создавались рабочие места. Во всем мире устанавливаются ресурсные налоги только для того, чтобы если вы уплачиваете за ресурс, который вы имеете, налог, то эта налоговая нагрузка вас побуждает развиваться и его использовать, эффективно использовать. Таким образом, мы количество платежщиков ресурсных налогов увеличили порядка в 7 раз. На видеоселекторном совещании подвергнуты критике устаревшие методы работы руководителей на местах. Отсутствие точных расчетов по потреблению и платежам за энергоресурсы. Их безразличие к волнующим предпринимателям вопросам. Указано на возросшее в прошлом году число бездействующих субъектов предпринимательства в Мирзово-Лугбекском, Гузарском и Мубарекском районах. Даже один случай приостановления предпринимателям своей деятельности должен рассматриваться как чрезвычайный, отметил президент. Увеличение числа конкурентоспособных предпринимателей является основой стабильности экономики. На совещании определены стоящие перед хакимами их первыми заместителями по экономике, налоговыми и финансовыми ведомствами задачи по обеспечению налогового поступления в бюджет в первом квартале текущего года. На сегодняшнем вещественном совещании руководителям страны определены задачи по исполнению прогнозных параметров государственного бюджета на 2020 год, в том числе на первый квартал. А также отмечено, что исполнение прогнозных параметров государственного бюджета зависит от развития предпринимательства нашей страны. Поэтому руководитель государства особо обратил внимание на развитие предпринимательства в регионах, дал поручения соответствующие хакимам. Дело в том, что недостаточное внимание уделяется в регионах для развития предпринимательской деятельности. Не создается инфраструктура, а готовая инфраструктура, которая уже имеется в наличии, не отдается инвесторам для осуществления их предпринимательской деятельности. Руководитель государства дал поручение всем хакимам областей для того, чтобы инвесторы, которые изъявили бы желание осуществлять свою деятельность на территории Республики Юзбусин, а также наши предприниматели, которые хотят осуществлять бизнес, чтобы им были даны неиспользуемые здания, неиспользуемые территории, площади, которые имеют подключение к инфраструктуре. Дело в том, что без наличия инфраструктуры осуществлять бизнес в среду, сказал глава нашего государства, не имеет смысла. так как необходима соответствующая инфраструктура для того, чтобы развивать свой бизнес или осуществлять соответствующие услуги. Указано на первоочередную необходимость организации новых субъектов предпринимательства и содействия предпринимателям при остановившем работу. Для этого необходимо улучшать имеющуюся и возводить новую газо-электро- и водоснабжающую дорожную инфраструктуру. В связи с этим местным хокемиатам предписано направлять доходы сверх прогноза в первую очередь на улучшение инфраструктуры регионов. Множество новых мощностей можно создать при эффективном использовании 263 гектаров площадей и свыше 50 тысяч объектов малых промышленных зон, которые располагают готовой инфраструктурой. Агентству по управлению государственными активами, Министерству экономики и промышленности поручено разработать соответствующую адресную программу совместно с хокемиатами областей. Даны поручения по учету плательщиков ресурсных налогов и их объектов в разрезе каждого района, легализации рабочих мест и деятельности предпринимателей. Особое внимание уделено вопросу сокращения задолженности за потребленную электроэнергию и природный газ. Отмечалось, что в Ташкентской, Сардаринской, Самаркандской, Новоейской областях и других регионах увеличилась дебиторская задолженность. Выявляются большие хищения в автозаправочных пунктах. Это наряду с нанесением ущерба финансовому состоянию производителей энергии приводит к перебоям в электро- и газоснабжении предпринимателей. Глава государства подчеркнул необходимость пресечения подобных случаев сокращения задолженности за электричество и природный газ, обеспечить бесперебойную доставку этих ресурсов населению и предпринимателям. Как известно, Новоийские и Алмалыкские горно-металлургические комбинаты, Узбекнефтегаз, Узтрансгаз, Узкурулишматериаллары, Узкимьёсанат и другие крупные организации оказывают значительное влияние на показатели бюджета. Отныне с ними будет работать независимо созданная недавняя инспекция по крупным налогоплательщикам. Заместителям и советникам премьер-министра дано указание ежемесячно обсуждать показатели производства на предприятиях подведомственных им комплексов. Очередной важный фактор увеличения поступлений в бюджет – государственные активы. В прошлом году предприятия с долей государства уплатили в бюджет лишь 1,6 трлн миллиардов сумм дивидендов. В связи с этим на ответственных лиц возложена задача обеспечить приватизацию объектов государственного имущества, в том числе предприятий, производителей масложировой и алкогольной продукции, а также определение размера и периодичности уплаты дивидендов крупными налогоплательщиками. Для организации эффективного исполнения поставленных на совещание задач первым завестителям Хакимов областей по экономическим вопросам указано на необходимость постоянного взаимодействия с финансовыми, налоговыми, таможенными ведомствами, банками и другими организациями экономического комплекса для создания достойных условий предпринимателям и увеличения поступлений в бюджет. На видеоселекторном совещании всесторонне рассмотрен еще один важный вопрос – всеобъемлющего внедрения в жизнь нового налогового кодекса. Глава государства отметил, что мы вышли на новый этап налоговой реформы, то есть мы приняли новый налоговый кодекс, который в частности предусматривает защиту добросовестных налогоплательщиков. Было особо отмечено то, что вводятся новые инструменты защиты добросовестных налогоплательщиков. Если вдруг налогоорганы неправомерно взыскивают деньги с налогоплательщиков или не возвращают их переплаченные деньги в срок, то со стороны государства будет выплачиваться пеня, поставки рефинансированные за каждый просроченный день. Соответственно, эта норма позволит дисциплинировать как налогоорганы, так и необходимо будет создать в Министерстве финансов соответствующие инструменты, для того, чтобы не допускать такие факты, когда налогоорганы на местах будут злоупотреблять своим правом по взысканию денег с налогоплательщиков. Вторым инструментом, который был отмечен главой государства – это возмещение суммы НДС. Как вы знаете, превышение НДС возвращалось только экспортерам. Соответственно, с 1 июля глава государства в подписанном налоговом кодексе установил, что с 1 июля мы будем возвращать сумму превышения по налогу на данную сумму всем налогоплательщикам. Соответственно, для этого нам необходимо будет, как Министерству финансов создать необходимые резервы для возмещения этих сумм, а налоговым органам глава государства получила автоматизировать эту систему, для того, чтобы не допускать фактов злоупотребления со стороны налогоплательщиками данной нормы, а также проверять качество представляемых документов на возмещение НДС. Третья норма – это касалось налоговых проверок. Глава государства еще раз отметил, что после двухлетнего моратория налоговые проверки должны проводиться на абсолютно новом качественном уровне. Соответственно, будет внедрена система риск-анализа, налогоплательщиков исходя из которой будут отбираться на уровне автоматизации. Без участия человека те налогоплательщики, которые нарушают налоговый законодатель или стараются уклониться от налогов. То есть добросовестно налогоплательщиков налоговые проверки коснуться не должны. Глава государства порчал разработать соответствующие методические рекомендации, подготовить прежде всего налоговые органы к проведению по-новому налоговых проверок, а также довести до налогоплательщиков изменения в налоговом законодательстве. В прошлом году была образована рабочая группа. По широкому разъяснению населению и предпринимателям сути и значимости преобразований в налоговой системе. Территориальными структурами рабочей группы проводилась адресная работа в этом направлении. С 1 января текущего года в налоговой системе нашей страны начали действовать более 120 новых правил. Для их правильного применения, обеспечения прав и интересов населения необходимо достичь всеобъемлющей осведомленности. На совещании указано на необходимость организации учебных курсов для хакимов областей, районов и городов, сотрудников экономического комплекса и предпринимателей. Только полное понимание кодекса позволит обеспечить его качественное исполнение. Кроме того, для доведения предусмотренных кодексом правил до широкой общественности важно проводить круглые столы, семинары и другие разъяснительные мероприятия во всех районах. Дано указание по разработке медиаплана по освещению, средствах массовой информации и широкому информированию в первом квартале нынешнего года. Новый кодекс возлагает множество задач и на сами налоговые органы. Почернута необходимость повышения знаний и квалификаций работников сферы, кардинального изменения их отношения к предпринимателям. Руководитель государства перед нами ставит задачу, чтобы мы работали умно, с уважением, с пониманием предпринимателей. Очень много будет внесено изменений в формы налоговой отчетности. Только в сторону облегчения, уменьшения и удобства. В течение января месяца налоговые органы и финансовые органы совместно изменят все формы. Мы сегодня готовим флайеры, готовим информационные сообщения, видеоролики. И в течение января и февраля месяца мы обязаны дойти до каждого района республики с тем, чтобы довести все имеющиеся изменения налогового кодекса до населения. Президент перед нами поставил задачу о трансформации налоговых органов. Мы теперь не контролирующий орган, либо наказывающий орган. Мы будем становиться органом, который будет оказывать только сервисные услуги для налогоплательщика. Если предпринимательство будет расти, если будет облегченную налоговую систему, если они будут выполнять свои налоговые обязательства непринужденно и не в ущерб своей деятельности и своей работе, то это приведет к развитию в целом нашей страны. И в этой связи налоговые органы уже трансформируются. Мы становимся органом, который шаг за шагом вместе работает с предпринимателем. Государственному налоговому комитету, Министерству юстиции, торгово-промышленной палате и бизнес-амбуцману поручено разработать новый порядок проведения налоговых проверок с учетом мнений предпринимателей и международного опыта. В постановлении указа президента в 2019 году взаимосвязанные все открывают новый этап, новое пространство предпринимателю. Принятие налогового кодекса и бюджета это автоматически отражается на деятельность предпринимателей, потому что если предприниматель будет свободно работать, у предпринимателя не будет никаких препонов и барьеров, то он будет платить налоги. Если он будет платить налоги, автоматически пополнение бюджета. А от бюджета зависит все. И развитие государства, развитие самого предпринимателя. Поэтому наш президент на собрании дал нам конкретное поручение, чтобы мы ходили по объектам, по предприятиям предпринимателей и помогали, и решали их проблемы, и поддерживать их. Принятый налоговый кодекс и бюджет это справедливая система. Сейчас сократили, например, проверки в деятельность предпринимателей. Внедряется информационно-коммуникационная технология, риск анализа проверок. Это убирается человеческий фактор. Система создана очень справедливо, и мы должны это все объяснять предпринимателям. Потому что они должны узнать об этом и работать по этой системе. Один из важных механизмов повышения доходности бюджета – это увеличение числа предпринимателей и системная поддержка представителей бизнес-сообщества. Потому глава государства уделил данной задаче на видеоселекторном совещании особое внимание. Подчеркнул важность увеличения количества субъектов малого бизнеса. И отметил, что первостепенной задачей для каждого хакима является поддержка делового сообщества. Нам необходимо жить их чаяниями. И глава государства отдельно подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допускать остановки деятельности предприятий. Потому важнейшей задачей для хакима всех уровней является системная, комплексная поддержка предпринимательства. И посредством этого – развитие всей экономики. Это также обеспечит повышение доходов местных бюджетов, создание рабочих мест, а значит, благополучие людей. На совещании затронут вопрос финансирования строительства. Отмечено, что не допускается начинать и финансировать строительство при отсутствии конкретных источников финансирования и проектно-сметной документации. Эффективная организация исполнения данных сегодня поручений возлагает большую ответственность на экономический комплекс. Поэтому этот год станет для правительства и регионов годом мобилизации экономического комплекса, сказал президент Шавкат Мерзиёев. В ходе видеоселектора руководители сферы отраслей хакимы представили отчеты об исполнении прогнозных показателей и развитии предпринимательства.